Приветствую вас друзья! Хочу научиться снимать короткометражные фильмы. Вот смотрите, у нас есть маяки. Железные маяки. Как к нему забить гвоздь? Ну, никак. Никак. Кто-то говорит про зерки, там отверстия, там гвоздики, все. Нет, ничего этого не надо. Смотрите, посмотрите на мою нитку. Вот она, нитка. Видите, натянутая, хорошо, добротная нитка. Она никуда не уходит. Она даже, я ее дергаю, она никуда не девается. Даже я спотыкаюсь, никуда не девается. И я хочу сказать о другом. Вот когда мы начали, только поставили маяки, никто не мог понять, как нужно завязывать, как нужно стягивать, чтобы она не уходила, чтобы она держалась глухо. Смотрите, можно просто брать и накрутить. 3-4 раза накрутить. А можно просто, для того, чтобы легко было, просто вот взять, смотрите, я вот два сложил, накручиваю. Раз, два, три. Я ее просто вот немножко ниже опущу, потому что я сейчас сделаю для ребят. Я просто вот эту нитку, вот сюда, вот как бы, придавливаю сверху. Видите, я придавил. И все. Вы увидели, что я сделал, да? И все. И теперь мы идем дальше. Мы идем на следующий профиль, на следующий маяк. И когда мы хотим туда дойти, саму нитку мы должны держать на пряде, чтобы она не расслабилась там. Если она расслабится, она быстро уйдет, быстро спадет. А вот так, и теперь смотрите, вот по-другому я немножко буду делать здесь. Вот приблизительно на вот высота, по двум ниткам. Я всегда говорю, по двум ниткам легко ставить наши камни. Здесь я показываю другой способ. Просто берем, накручиваем один раз, второй раз и третий раз. Видите, мои ободочки, я их накручивал. А теперь мы просто делаем, вот смотрите, раз и наверх. Вот видите, раз и наверх. И все. И она никуда не денется. Если вы, скажем, один ободочек сделаете, она у вас будет постоянно падать как-то все. Но если вот так три раза накрутите, она у вас будет держаться и хорошо. По двум ниткам, видите, как легко класть, легко определить нашу стену. Она ровненькая, она аккуратненькая. Тут ошибиться нельзя никак, тут даже свернуть на что-то нельзя. Если мастер накосячил, значит накосячил, он один. Вот она работа по двум ниткам. Здесь вот смотрите, мастер кладет по двум ниткам. Сейчас я ему подниму эту нитку, вот она. Там даже расслабленная уже, кто-то ходил, зацепался постоянно. Вот смотрите, как у меня. Не надо ее снять, я ее раз и снимаю. Сейчас я сделаю упрощенный вариант. Вот смотрите, я беру определительно сколько. Вот. Видите? Смотрим. Раз. Два. Три. И теперь смотрите. Вот. Оп. И все. И эта нитка держится. Вот. Вот как должна быть нитка. Не надо, чтобы она висела у вас. Или вообще как-то, я не знаю. Я всегда проверяю. Вот. Вот. Вот это то, что нам необходимо. Все очень просто. Я понимаю, что вы все все знаете. Но иногда даже, вот как мои мастера, я когда поставил маяки, они знали, что с ними делать, как с ними. Она все срывалась и все как-то то же самое. Сейчас у меня самого даже опыта прибавилось, когда я именно начал пользоваться. По два, по три раза накручивать. Ну, по три раза. Вот она держит хорошо. Она никуда. Она не может никуда уйти. Все. Вот это правильно. Даже я сейчас внизу повторюсь. Здесь у меня, видите, немножко мало нитки. Мы постараемся сделать, чтобы это было... Вот. Видите? Раз. Два. На два раза у меня получился ободочек. И вот три. Все. И вот смотрите, как она натянута. И никуда, и никуда. И самая ровненькая, самая аккуратненькая, и самая правильно. Лучше использовать вот такие профиля. У кого есть возможность приобрести потолще, скажем так, чтобы они хорошие были. Ну, и эти хорошие, и эти хорошие. Ну, если у кого-то пожестче они немножко, если жестче, это будет идеальная работа. Это самая идеальная работа, чем строить, то есть делать маяки деревянные. Деревянные маяки их крутит, их ведет, их непонятно что. А железные, железные это в самый раз. Поэтому я скажу, что мастера, учитель зарабатывает. Учитель зарабатывает совместно с облегчающими видами труда. То есть, это поможет вам сделать деньги быстро. Потому что вам не надо зубцикливаться, ставить эти углы. А иногда бывает так, что углом нету, а есть камни. И вот у меня, как у меня сейчас, мастер кладет камни. Угла, ну, угла пока нету. Дверных обкосов, но их тоже нету. Порогов, их тоже нету. И что, сидеть, отстаиваться, отсиживаться? Нет, конечно. Мы идем вперед, мы думаем, как это все преодолевать. И вот завтра, если у нас появятся пороги, мы их начнем класть. Просто класть, уже на полцу готово. И уже потом просто будем закладывать те места, которые необходимы. Поэтому, мастера, учитесь работать по шаблону. Не просто от подпорной павки. Это не шаблон. Вот именно шаблон. Шаблон, который выведет ваши углы на уровень. Все, стройте из камня.